Журавлёв Сергей Журавлёв Сергей Отца Неба, земли, Всего видимого, невидимого, Им единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, От Отца Рождённого, Прежде всякого времени. Как свет происходит от света. Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено, нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося. От Духа Святого и Демы Марии и ставшего человеком, распятого за нас, при Бонте и Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писанию, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых, и Его Царству нет и не будет конца. и в Духа Святого, и в Духа Святого, Господа Истинного, Животворящего, от Отца Пришедшего, со Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков во единую, святую, соборную и апостольскую церковь и вспоминую единокрещение, восставление грехов, ожидаем воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь! Аплодисменты Отцу Сыну, из которой Илья Бога началась. Крутое им, положительное аплодисменты. Тебе, нашим благоскрентое Господь, Тебе, наше слово благодарности и любви сегодня, благослови нас, наш добрый, любящий, благой, человеколюбивый Отец, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, благословено имя Твое и благословено Царство Твое, благословен народ Твой, благословено собрание Твое, Боже, мы собрались здесь во имя Иисуса Христа, Господь. А ты говорил, что где два или три человека собрано во имя Твое, там и ты посреди. Ты посреди нас сейчас, наш учитель, наш наставник. Учи и наставляй нас сегодня, Господь. Без Тебя мы действительно ничего не сможем сделать доброго, но с Тобою мы сможем сделать все. Благослови нас. Тебе слава за все. Аминь. Дорогие друзья, приветствую всех вас именем Иисуса Христа. Он действительно самый великий и самый могущественный. Он наш учитель и наставник, и Он сейчас среди нас. Друзья, не так часто мы видимся, но я с большим таким волнением каждый раз приезжаю в Орел и к родителям. Я молюсь за родителей, молюсь также за своих других родственников. У меня много родственников, но, к сожалению, почти все они еще пока не спасенные. Или же на пути, как говорили хантеры, вот-вот спасутся. Или же еще далеко, но я верю, что, как сказано, было в молитве также и в Писании, что спасешься, ты сам спасешься в дом твой. Я также говорю об этом. И молясь за бабушку и дедушку, которым мы просили покаяния, Богом о милости, Божьей для них, я вспоминал свою бабушку, которая умерла тоже в глубокой старости, она умерла почти сто лет ей было. И перед смертью она покаялась. Именно перед смертью. Ей оставалось совсем немного жить. Она всю жизнь была атеисткой. И она говорила раньше, ну, на самом деле я помню ее всегда, что только лишь два было нормальным человеком истории России, это Ленин и Сталин. Все, как бы, она жила этими кумирами, она жила этими идеалами всю свою жизнь. И как бы, и ее муж, ну, мой дедушка, получается, да, он был полковником НКВД и он был, знаете ли, до войны еще был полковником НКВД и он был очень настроен агрессивно против верующих, вообще как таковых, любых верующих. Независимо от их динаминации, вообще само слово Бог, оно, получается, у бабушки и дедушки было как слово табу, знаете ли, запрещенное слово. И слово верующий, уста бабушки, было как слово ругательное, как слово оскорбительное. И, знаете ли, в 88-м году, когда здесь, вот в Орле, ну, не в самом Орле, а там в Лепешкино, я начинал свое служение в храме православном в начале 88-го года, то мои родители, они ультиматум такому не предъявляли, тогда я помню, либо мы, либо твой Бог, либо мы, либо твоя церковь. И потом, отрекаясь от меня, говорили, ты на боже не сын, а мы тебя потеряли, вот у нас было два сына, теперь осталось только один сын, значит, имелось в виду мой младший брат, значит, и вот тебя мы потеряли, ты умер, для нас все, мы тебя больше не знаем. Но прошло лет 10, знаете ли, после этого, и, слава Богу, моя мама забрала слово и слава обратно, и она сказала, что, слава Богу, что ты нас тогда не послушался, что ты нас тогда не послушал, и продолжил ходить в храм, верить в Бога, и, ну, служить в храме. И, знаете ли, и дело не в том, что, не только в том, что, конечно, слава Богу, что безбожный союз разрушился тогда, он рухнул, этот колосс, хотя нам каждое утро лучше влагали, что он якобы нерушимый, но Бог разрушил на основании это безбожное детище, монстр, этот империю зла. И, знаете ли, и многие вчерашние атеисты, многие вчерашние отрицательные богохульники стали, слава Богу, задумываться над тем, что ведь такие есть, такие что на свете белых. Знаете ли, и через 10, после вот падения безбожного союза, моя мама сказала, все-таки, наверное, что-то есть на свете. Наверное, все-таки, ну, без Бога не могло это само собой образоваться, знаете ли. И, ну, цирк уехал, как говорится. До сих пор еще в школьных программах порой безбожие, атеистическое, знаете ли, нашим детям влагают. И, мои дети порой с ужасом рассказывают мне, приходя со школы, те, кто еще учится, что до сих пор еще пытаются вложить в уши молодого поколения, что якобы наши папы и мамы были обезьянами, и, значит, якобы все само собой образовалось, теория большого взрыва или как-то еще. Знаете, такой пофигизм такой научный. И, это, скажу так, что попытка в очередной раз просто-напросто дезинформировать население раз, а второе блюнуть в небо. Но, каждый раз плевок в небеса, он возвращается к тому, кто плюет. Потому что Бога не плюешь, но люди, пытающиеся плевать в небеса, они сами будут заплеваны. И я скажу так, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется сегодня. Сегодня для всех. даже если кто-то пришел в это собрание сегодня в церковь, зашел просто так, или в гости, или под нашим родственникам, я не знаю как, или просто потому, что вот подумалось, а почему бы мне не прийти, допустим, сегодня, вот в такую церковь, для разнообразия. Я принял, допустим, одну церковь, теперь другую, пятую, десятую. Но если вы здесь оказались, и у вас сегодня есть понимание, что вы грешник, и вы знаете, что Бог таки есть на белом свете, и Бог, поверьте, следующее, согласно Слову Божьему, что Бог возлюбил настолько этот мир всех нас, что отдал своего Сына за нас, Иисуса Христа, праведника, за нас, неправедных, грешных, чтобы мы не погибли, мы не пошли в ад, чтобы мы имели жизнь вечную. И поэтому сегодня для каждого есть благая весть спасения через веру в Иисуса Христа. Слава Богу! Да, друзья, я думаю, мы еще помолимся молить покаяние. Если вы сейчас в собрании и вы размышляете на тему, кто есть Бог, и что есть Бог, и вообще есть ли он на белом свете, или вы уже знаете, что он Бог есть, но вы еще колеблитесь, принимать ли мне Иисуса Христа, является ли он Господом, Богом, Спасителем, или он просто миф, то сегодня я убеждаю вас, примите Иисуса Христа, Спасителя. Мы ближе к концу собрания, наверное, помолимся вместе в молитве покаяния. Я думаю, как раз с постами и с пастором Юрием помолимся вместе, потому что пастор Павел уже уехал, я понимаю, уже на похороны. слава Иисусу! Дорогие друзья, и перед тем, как вы получите слово Божьего, а я буду читать сегодня из Евангелия Треана, с 10 главы, с 22 стиха и дальше, до 30 включительно, я хочу передать привет от своей семьи, от своей супруги, от наших детишек, шестерых, слава Богу, и также о нашей церкви, не так давно я был как раз у себя в церкви, моя церковь находится в Киеве, в общем-то, и не только в Киеве, конечно, наша епархия, она такая уже, пусть небольшая, но такая раскинистая довольно-таки, вообще в целом перед этим приветом от украинской реформаторской православной церкви, от православных обновленцев, реформаторов, и, конечно, мы молимся в эти дни о том, чтобы Господь, как можно больше душ приобрел на этой земле, чтобы сегодня, знаете ли, Господь собрал большой урожай, и в этом давайте каждый из нас приложим свои руки, давайте в этом в молитве, в благовестии будем не ослабевать, слава Иисусу, это очень важно, потому что написано, о, вы напоминающие о Господе, не умолкайте, слава Богу, мы не судьи, судья у нас один, это Бог, а мы лишь Его свидетели, а мы лишь говорим правду, и правду, и ничего кроме правды, а правду и сам Иисус Христос, аминь. И, господа, братья и сестры, я читаю из Евангелия Адриана, с 10 главы, с 22 стиха, написано здесь о празднике, который вот на этой неделе, наступающий как раз, уже произойдет, наступит, это праздник, его называют еще еврейское Рождество, или же Ханука, праздник Ханука, праздник света, праздник обновления, в синодальном переводе написано как раз обновление, но по-еврейски это слово звучит как Ханука, так же это слово переводится на поселье и реформация, написано Великая Реформация, потому что это Великая Ханука. Евангелия Адриана, 10 глава, 22 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима, и ходил Иисус в краме, в притворе Соломону, тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать в нас в недоумении, если ты Христос, скажем нам прямо, Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите, дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из обед Моих, как я сказал вам, овцы Моих слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Аминь. Друзья, праздник Ханука, праздник обновления, он в разные дни по солнечному календарю происходит, в общем-то, по еврейскому, по библейскому календарю он всегда в одно число начинается, но мы живем не по лунному календарю, не по библейскому, не по еврейскому, а по гражданскому такому солнечному календарю. Он удобен, конечно, солнце встало, день начался, день закончился, он практичный, казалось бы, но не такой точный, как лунный, конечно, календарь. Все астрономические вычисления, они проводятся по лунному календарю, не по солнечному, для большей точности. Так вот, и скажу, что в этом году получается праздник обновления начинается 20 декабря вечером. То есть, во вторник вечером будут по всему лицу земли, начиная с Иерусалима и по всей нашей планете, будут в домах евреев, в домах и также тех христиан, что помнят корни своей веры, будут зажигаться праздничные огни, будут зажигаться ханукальные огни. И минора, который зажигается на хануку, она необычной формы. Кто может знает, раз в году зажигается такого рода минора, девятисвершная, не семисвершная, а девятисвершная. Ее называют хануккия чаще всего для удобства, потому что это и на краске праздничная минора именно праздника ханука, праздника обновления. Иисус почтил этот праздник, Иисус он чтил праздники библейские, Иисус чтил праздники еврейские, Иисус чтил как раз праздник обновлений. Он был на этот праздник в храме, он был в притворе Там, где впоследствии собирались первые христиане, первые мессианские евреи, первые те верующие, что приняли Духа Святого, что составляли первую церковь Иисуса Христа. Колобей, наши с вами старшие братья и сестры, первопроходцы, пионеры христианства, стоявшие у истоков церкви. Так вот, господа, братья и сестры, скажу, что Иисус там, в притворе Соломонова, Он рассказал очень важные откровения. Иоанна 10.30, одно из ключевых откровений Христа и Иисуса о самом себе, о том, кто Он Сам есть. Он говорил в Писаниях о себе очень интересно. Он говорил и прямо, словами, говорил делами, и то, и другое великолепно. Здесь Его Слово конкретное. Иоанна 10.30, Я и Отец одно. И Иисус говорил так же, что прежде чем был Авраам, Он был уже. Вообще само Евангелие от Иоанна начинается такими словами. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. И написано, что все, чем из Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. И мы знаем из Нового Завета великую тайну, что весь этот мир, что мы видим сегодня вокруг себя, весь этот мир, что можно исследовать, микромир, макромир, это все создано для Иисуса Христа. Это все создано Христом и для Иисуса Христа. Это Его собственность, это Его планета, пусть загаженная, пусть обезображенная нами, пусть, да, уже обреченная на уничтожение из-за греха, но это все-таки Его собственность, это Его имущество, пусть даже и нами очень сильно испорченное. Это Его право. Он является Господином всего. И эта планета Его собственность. И Он пришел на Свою же землю. И пришел к Своим. И Свои не приняли. Но, и больше того распяли. Но тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Которые родились не просто от хотения Пап и Мам, но родились от хотения Бога Великого. Свои свыше родились. И это есть Великая тайна, друзья. Примерно то же самое происходило в духовном мире еще, я так понимаю, задолго до того, как мы появились вообще. Задолго до того, как были мы в проекте еще. В ангельском мире написано вначале, как раз в первой главе по останнике еврейскому народу говорится, что когда первородного Бог вводил во Вселенную, что было сказано? И допоклонятся Ему все ангелы Божьи. И, я так понял из Писаний Верховной Новго Заветов, что на небе Великая война состоялась. Не просто война, это был бунт, это была революция, это была трагедия. Намного больше, чем наши 100-летние давности, 17-го года революция. Намного более трагичная. Знаете ли, там не было крейсера Аврора и Ленина на броневике. Там была гораздо худшая ситуация. Там Бог, Отец, Он каким-то образом, удивительным образом, Он спрятал Сына Своего от всех ангелов. От всего этого мира, невидимого, как мы говорим еще, духовного мира. Бог, каким-то образом, есть много миров разных получается. Есть тот мир, куда даже ангелы не могут заглянуть, получается. Потому что Иисус был скрыт. Но когда первородного во Вселенную Бог, Отец, вводил Иисуса, Он сказал, и допокнулись Ему все ангелы Божьи. А об ангелах не так. Ни об одном ангеле так не сказано нигде. Ангелы в Своем Служебной Духе написано, в том же постальник евреев. И 2000 лет назад, примерно, трагедия состоялась и на земле. Разыгралась великая драма. Как там на небе, какая драма на небе была у ангелов. Те, что не послушались, отпали. Треть ангелов, мы можем предложить из Писаний, они отпали просто-напросто. Первым, у первых, ну, у лидеров группы прославления были, так как нервы сдали первого. А потом у других. И те, кто не поклонились Христу и Иисусу в вечности, у них были большие проблемы, и до сих пор эти проблемы. И скажу, что в человеческом мире Иисус был скрыт. Люди, евреи и те, кто боялись Бога с разных народов, они знали о Боге Авраама, Исаака и Якова. Они знали об Иегове. Но был скрыт Сын Игнародный. Он был каким-то образом скрыт от всего человечества. Хотя, гадательно, как бы вот так вот косвенно, мы можем из Ветхого Завета говорить о Христе Иисусе. Но это было настолько закрыто, закрытая тема. Но однажды Мессия пришел. И он стал тоже, как аквоза бумажечка, в этом великом эксперименте. Вроде все человечество одинаково, вроде все люди, homo sapiens, да, раб Божий, обшит кожей. Все люди одинаково, казалось бы. Но нет таких. И Иисус стал вот этим проверочным. Он стал вот этим моментом проверки. И те, кто на Него упадут, они разобьются. И на кого Иисус упадет, будет уверен, раздавит. Мокрого места не оставит. У нас есть лишь одно, ну как бы один путь спасения. Принять Иисуса как своего Спасителя. И строить на Нем свою жизнь. Потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который сам Иисус Христос. Братья и сестры, слава Иисусу Христу. И на праздник Ханука каждый день добавляется новая свеча, новая лампада. Всего 8 дней праздник продолжается. В этом году, с 21 декабря по 28 декабря, 20 декабря вечером, зажигается первая свеча, первая лампада Хануки. Первая лампада, первая свеча праздника обновления. И о самом празднике в Новом Завете больше ничего не говорится. Только лишь одно упоминание об этом празднике в 10 главе Евангелия Данны. Как раз Иисус был на празднике обновления. Но, вообще-то, об этом празднике можно прочесть из книг исторических. Можно прочесть о том, что лет за 200 до Иисуса Христа такая была ситуация. Пришли враги в Израиле. Пришли захватчики, оккупанты, которые оккупировали Израиль. И евреев принуждали делать соязычниками. Евреев принуждали забывать свои корни, забывать свою веру. Запрещали изучать Библию. Запрещали обрезать, запрещали кашрут, запрещали все, что Богу нравилось, это все запрещалось. И наоборот, что Богу не нравилось, это поощрялось. Поощрялось идолопоклонство в самом махровом виде, вульгарном виде. Даже в самом храме были поставлены истуканы греками. Были поставлены идолы. Идол Зевса, идол Альтиоха и Епифана. Прочие истуканы были поставлены во святом храме Божьем. Сам Иерусалим был наполнен истуканами. На перекрестках улиц были поставлены истуканы. На входе в город Иерусалим были поставлены истуканы. У каждой крепости были поставлены идолы. В каждом из селений, большом или маленьком, по всему Израилю, оккупированному, греками были поставлены истуканы, идоны. И им принуждали поклоняться. Те, что отказывались от этого безбожия, их принуждали силы и убивали, казнили на глазах у других евреев. А писания, сохраненные в книгах Макомейских, они ужасны. Рассказывают эти книги нам о том, что были казни самые изощренные. Даже за изучение писания, за изучение Торы, просто-напросто убивали, очень жестоко убивали. Казни были жестокие. И особую роль вот в этой эллинизации населения, эллинизации Израиля, то есть оболванивание населения, просто-напросто демонизация населения, демонизация Израиля, была политика на молодежь на цели. Самое первое. Потому что хотели, чтобы у старики как бы что с них брать. Они свои евреиства еще будут помнить до самой гробовой доски. Но там с молодежью дьяволу было попроворнее. Он хотел, дьявол тогда через Антиоха, Епифана, через этих оккупантов, греческих эллинистов, он хотел молодежь еврейскую взять и сделать язычниками. Сделать их вот такими болванами, этими языческими. Истукатами, как называли. И скажу, что принуждали очень многих молодых людей, к сожалению, не безуспешно. Потому что привело все к тому, эта политика привела к тому, что для многих евреев тогда молодых, даже свой язык еврейский, он казался уже варварским. Своя религия, своя вера казалась варварской. Но и наоборот, греческая считалась передовым, просвещенным. И молодежь еврейская зачитывалась Сократом, Аристотелем, Пифагором. И, в общем-то, племание многие с высокой полокольни, как говорится, на Дору, на Библию, на Иегову, на Бога Авраама, Исаака Якова, на Храм Божий. Приходило все в запустение. Но не все молодые люди были подобного рода. Не все были бесхребетными. Не все были вот такими амлюбами. Знаете, были те молодые евреи, которые сказали, нет, мы не будем поклоняться истуканам. А почему? Потому что Богу нашему это противно. Потому что Богу нашему это мерзость. Потому что мы евреи, потому что мы любящие Бога, потому что мы чтющие Бога, иудеи. И, знаете ли, что они отказались от этого богохульства. Эти молодые люди, их в народе прозвали Макаби. Макаби. В традиции нашей мы называем их Макаби. Это были герои веры. Их называли по-еврейски Макаби. Макаби. Макаби значит кувалда, молот. Молот, кувалда, Макаби. И эти Макаби, эти Макабеи, это были герои веры. Это были те молодые люди, которые говорили резкое нет этому безбожию отступничеству. Они уходили из городов своих, из сел своих, уходили в горы. Еврейские, такие партизанские отряды составляли. И делали нападения, дерзкие нападения на противника. Они молились Богу, каялись в грехах и делали такие точечные удары по этим оккупантам. Так, чтобы земля горела у них под ногами. Так, чтобы они понимали, силы неравные против дозунков вооруженных, головорезов с разных стран мира. Знаете ли, горстка еврейских патриотов молодых, безоружных фактически, вооруженных именно молотами, кувалдами. Все, что они могли найти, знаете ли. Но, это казалось ничто. Но они хотели не сидеть сложа руки. Они хотели не просто верить, что постепенно само собой все наладится, образуется. Они хотели что-то сделать. Они хотели что-то добиться, чего-то добиться. И когда эти партизанские отряды Маковеев, они умножились уже, их стало больше, но все равно, конечно же, несравненно. Ну, они не могли состязаться с оккупантами. И по оснащенности, и по количеству солдат, конечно же. Но в их сердцах была горячая вера. И однажды эти Маковеи, придя к Иерусалиму, они каялись. Они каялись в их грехах. Они посыпались лет пеплом. Ну, захватчики смотрели со стен Иерусалима, как на горстку этих фанатиков каких-то молодых. Вот собрались, ну не только молодые, там были уже не только молодые люди, но вот собрались евреи, голосят там, причитают, ну и что, кликуши религиозные, и уйдут. Попликовали, и уйдут. Ничего не сделают они, потому что гарнизон этих оккупантов был больше по количеству солдат, чем этих пришедших. И они были профессиональными солдатами. Они не были хлебопашцами вчерашними, они не были вчерашними простыми мирными гражданами. Знаете ли, они были вояками. И вооруженные на зубов, и их было больше, поэтому им в голову не пришло, что евреи могут пойти на штурм в тот день. А евреи так и сделали. Это было удивительно. Эти братья совершили великое чудо. Знаете ли, Бог совершил через них великое чудо. Они не стали стоять под стенами Иерусалима долго. Они каялись в грехах своих. Они видели опозоренный, оскверненный город великого царя. Они видели, что с Иерусалимом сделали язычники. Они увидели всю эту мерзость. Они увидели этих истуканов. Свиной виск из храма достигал их ушей, потому что там греки... Они затем нагадили на чистом. Они знали, что для евреев мерзость, что для Бога еврейского это мерзость. И они специально приводили свиней в храм, резали их, и свиной кровью окропляли храм, и свиной мясо вложили на жертву. И специально ходили на чистом. Они специально умышленно плевали. Знаете ли, плевали в душу еврейскую, плевали в Библию, плевали в Бога Авраама, Исаака, Якова. Специально добиваясь именно вот, знаете ли, вот такого хамства своим этим... Вот именно своим отношением добиваясь того, чтобы евреи забыли вообще все святое, чтобы это вытравилось, выпить у них из сердца. Но, братья, сестры, что произошло? Эти маковеи, они сказали примерно так в молитве своей, возле стены Иерусалима. Они говорили примерно так, что Бог, мы... Они каялись, например, да, они просили прощения в том, что истукаты были в их сердце. То есть они каялись не просто там за вот опозоренный Иерусалим, а они каялись, что за свои грехи каялись, короче. Потому что они понимали, что именно по их грехам, именно по личным их вот нечистоте, по грехам, отступничеству, Бог попустил такому беззаконию произойти на земле. И они сказали Богу также еще такие слова, что мы бы еще умрем под стенами Иерусалима, но больше не хотим увидеть город оскорненным и храм опозоренным. Мы не хотим видеть этой мерзости. Мы будем идти на штуру. Они решились на военную авантюру, братья. Это была авантюра настоящая. Суворову не снилось такое. Они кинулись на стены Иерусалима. И что-то произошло. Бог пустил свое секретное оружие. У Бога есть наши секретные такие приемы. И один из самых секретных его видов вооружения, которые он часто пускает в жизни некоторых верующих, я думаю, это уже было не раз. Вы, наверное, можете об этом тоже рассказать. Я тоже могу лично рассказать об этом секретном оружии. Это, знаете ли, Бог посылает сверхъестественный ужас, страх при лицом своих героев, при лицом верующих. И те, которые сильнее и могучее, казалось бы, они бродут. Они боятся. Знаете ли, у них кишка тонка, как говорят, и они бегут. Хотя, они, казалось бы, Голиафа, они сильнее, казалось бы, внешней. Но победа не за просто на тебе. Большие шкафы громко падают. У него может быть много всего мышц, да? Но не в этом есть победа. Победа часто достается не тем, кто, казалось бы, внешним качоком. Победа достается тем, я убежу, кто смиряется пред Богом и глубоко верит в Бога. Сокрушается пред Ним. И Бог дает победу удивительную. Слава Иисусу. Я думаю, многие верующие испытали нечто подобное в своей жизни. И в Маковее испытали великое чудо. Бог послал свое секретное оружие. Ужас! Эти оккупанты, они было больше. Они были на стенах крепостных. То есть, их преимущество. У них все хозыри на руках. С точки зрения тактики военной. Но они в ужасе, в панике стали разбегаться. Бросали оружие. Бросали амуницию. В панике, в ужасе стали убегать. Что за секретное оружие? Бог послал его предлезом своих героев. И Маковели смогли взобраться на стены. Они смогли обладать городом Иерусалимом. Они смогли перебить этот гарнизон, которого хватит ужас, паника. Знаете ли, они смогли войти в храм. Но то, что они увидели, конечно, повергало их в ужас. Они увидели в храме Божьем истуканы. Они увидели их идол Зевса, Антиоха и прочих бесов этих. И они взяли молоты. Они разбили их в пух и прах. В порошок стирали. Как они, в общем-то, поступали в других городах. Они также, когда если какое-то местечко освобождали, они тоже собирали всех евреев. На глазах у всех разбивали этих истуканов молотами. Буквально в крошку, в порошок. И говорили, смотрите, вот те, кому вам принуждали поклоняться. А мы в порошок стерли. А наш Бог небеса сотворил. И убеждали евреев вернуться к вере своих отцов. В вере истинной. От этих ложных и суетных обратиться к Богу живому и истинному. И, господа, удивительно, произошло чудо обновления. В русском переводе с анталем обновление. Ханука, обновление, праздник света. Бог совершил там чудо в Иерусалиме. Каким образом? Когда Маковеев совершили такой, как я называю это, евроремонт в храме. Еврейский ремонт. Они очистили храм от идолов. Они освободили храм от этой мерзости. Они вымыли все, вычистили. И приготовил, у них были с собой священники. Кстати, они, казалось бы, пришли на смерть, но они взяли с собой священников, очищенных по закону, по правилам. То есть, знаете ли, по сути, они пришли на молитву о дожде с зонтиками. Они взяли с собой священников, приготовленных для служения в храме. Они взяли с собой жертвы, но у них было упущение. Они не взяли с собой елея, масла. А без этого ингредиента нельзя проводить это богослужение. Потому как минора, храмовый священник, он в храме горел непрестанно. Два часа в сутки, седьмую неделю. Постоянно горел. Горящая минора, она означала своего присутствия Бога в самогущем храме. Вот эти оккупанты, они минору задушили и ее не выжигали. Минора была по душе. Это было очень дурным знаком. Это было очень плохим знаком. Это понимали. Священников многих казнили греки, потому что те противились. Они не хотели допустить даже их туда во святое, тем более к миноре. Но их убили, священников. И минора была, ну, просто стояла, как, допустим, экспонат в музее. Все. Она не функционировала. И евреи, когда начали служение, ну, один из двух раз, в двух раз начали служение, все приготовили. И вдруг схватились. Нет масла, нет елея. Они обыскали весь храм. Они обыскали все. И во всем городе нашли лишь один сосуд. Представьте себе. С вином навалом. А вот чистого, кошельного, один лишь сосуд нашли. И, знаете ли, что они сделали? Да, а до подвоза кошельного масла надо было неделю ждать не меньше. И у них было демо ждать целую неделю, или же зажечь сейчас и мыла не была. Знаете ли, на наши еврейские авости. Но в отличие от русского авости, еврейские авости, он еще имеет некоторые просчеты. И, знаете ли, как вот те моряки-подводники, американская подводная лодка, которые решили повторить подвиг комсомольца советской подводной лодки и сделать без тормозной всплытия в лунку в Антарктике. Они сделали все расчеты, они все просчитали, чтобы повторить этот подвиг и сделать, тогда это было вообще, в те годы это было вообще, выше пилотажа, вы знаете ли, это было петлей Естерова своего времени. Всплытие просто со дна моря, океана, резкое всплытие без всяких тормозов в лунку. Ну, небольшое отступление и все, гибель лодки. Представляете себе, в небольшую рунку всплытие. И комсомольец это сделал. И не раз сделал. И капитан комсомольца в одном из последних интервью с этим он говорил, что вот, мол, мы и без Бога это делали, отмечать американцев, и будем делать. Но как только он похвастался, первый же выход в море стал последним для этой великой субмарины. Вот так вот. Поэтому, как Хаджар Асавельин говорил, на лаха надейся, на верблюду привязывай. Надо все-таки думать еще о некоторых вещах, о других еще. И американцы, просчитав все полностью, как комсомольца сделала такое же всплытие, капитан сказал следующее. В отличие от советских подводников, мы сделаем следующее. Мы все просчитали. Он объявил морякам, офицерам. Все понимают, что это риск, это очень серьезный риск. Мы рискуем всем кораблем и жизнью. То есть, мы можем спасутся, но, возможно, не все спасутся. Это страшно. Большая, не маленькая субмарина в этом, большая субмарина. И вот, и капитан объявил, а сейчас, братья, давайте все на колени и будем молить Бога о милости. И они встали все на колени, всем экипажам, офицерам, матросам, капитанам, встали на колени. Они в основном были баптисты, в основном, по динаминации. Его помощник был бесятником. Я читал это свидетельство, потрясающее свидетельство. И, значит, они встали на колени, все были верующие фактически. Там лишь два-три человека было в команде, которые, ну, формами были, христианами, как бы. Вот, но они тоже участвовали в этом молитве. Там еще, знаете ли, как говорят, под обстрелом, под пулями нет атеистов. Знаете ли, там нет атеистов. Поэтому атеистами можно характериться, это в мирное время. Знаете ли, в грунт там стучать, я, мол, в Бога не верю, ни в черта, ни в кого. Но когда ствол на тебя наведет, там уже атеизм, как шелуха, знаете ли, как скорлупа яичная всякая осыпается. Там уже не до шуток уже, там уже нет атеизма. Я знаю таких гордецов, которые говорили, мол, Бога нет и не надо. А как что? Так, адреналина полные штаны. Но зато к Богу обращались. Я серьезно знаю такие случаи, когда по-настоящему обращались к Богу в таких ситуациях. Господа, интересно. И вернемся к Хануке все-таки, а то у нас немного времени. Так вот, и на Хануку, что мы вспоминаем, то событие, которое Бог спешил там. Они залили масло, залили елей, и доверив все Богу, начали служение. Этого масла максимально хватило бы на сутки, я говорю. Но вместо этого Бог совершал чудо. Масло не убавлялось в этом сосуде. Бог совершал чудо каждый день. Все восемь дней подряд. Вместо одного дня восемь дней горело это масло. Поэтому праздник Ханука продолжается восемь календарных дней. И каждый день прибавляется еще одна свеча, еще одна лампада ханукальная. И мы говорим, о, Бог совершил там чудо. И еще, я говорю, Бог есть свет, и нет для них никакой тьмы. Еврейские мудрецы говорили там в древности, что даже небольшого света достаточно, чтобы прогнать большую тьму. Даже немного света хватит, чтобы прогнать большую, большую, большую тьму. А есть свет, который просвещает всякого человека, проходящего в этот мир. Это свет сам Мессия, сам Иисус. И минора, горящая в храме, она сначала присутствие Бога в храме. То есть Бог показывал, что я с вами, я здесь. Все восемь дней, пока не привезли масло, и уже естественным образом долили туда уже лампады. И вот тогда чудо уже прекратилось. Тогда уже было естественное доливание масла. Человеческое, не Божье. Человеческое. Но все эти восемь дней задают дыхание. Все боящиеся Бога, все евреи, все, кто были там при храме, все, кто были в Иерусалиме, они наблюдали за этим чудом. Они наблюдали и наблюдали и славили Бога. Прошло уже больше будущих людей. Друзья мои, и до сих пор мы Бога благодарим. И сам Иисус на праздник Ханаку, он был там в Иерусалиме. И я думаю, непростое совпадение, что именно на Ханаку Иисус сказал одно из величайших откровений о самом себе. Именно на праздник Ханаку Он сказал, я и Отец одно. Иисус Маккаби, Иисус настоящий маковей, Иисус, Он настоящий герой. И Он сказал, что есть настоящая Ханука. Это не просто пончики в масле, это тоже очень хорошо. Не только там эти, как мы их называем по-русски, часто драники, да, картофельные эти в масле. Не только угощения, не только подарки, дредл или что еще. Нет, это сам Мессия, это сам Иисус. И я и Отец одно. Вот настоящий секрет настоящего маковея. Я и Отец одно. Быть в единстве с Творцом. Друзья мои, и я еще сказал, что вот здесь у вас плакат такой висит, стенд. Великая Реформация. Мы тоже отмечаем. В нашем календаре, в календаре Украинской Реформаторской Промостровной Церкви тоже есть эта дата стоит. И во всех календарях мы печатаем эту дату, 31 октября. Для кого-то это Хэллоуид, для кого-то это тыква, но мы по тыкве. И мы говорим, что это день Великой Реформации, потому что именно как раз в этот день поднял лютер знамя Великой Реформации обновления христианства. Да, во многом он остался таким же католиком. С таким же педобаптизмом его, антисметизмом, многими заворочками. Но он сделал великое дело, а он среди этого молчания, знаете ли, и такого религиозного блеяния, он сказал Слово Божье. Соло скриптура, только Писание. И это стало менять весь мир. Слава Богу. Еще далеко было до лета, еще далеко было до даже настоящей весны. Еще лед только лишь начинал трескаться. Но это был уже первый толчок Великой Реформации. Слава Богу. И вот пять столетий продолжается это обновление. И сегодня, что вы думали? Сегодня Магавей, это мы с вами. Сегодня мы не берем молоты физические, да? Не вооружаемся физически, чтобы убивать людей. Нет. Сегодня не оккупация России или оккупация другой страны. Нет. Сегодня, хотя есть оккупация, но оккупация гораздо более серьезная. Есть всемирный заговор. Есть страшный заговор во главе с дьяволом. И именно по оккупации всей этой земли. И мы знаем, что те, что еще в грехе, те, что еще не приняли Христа, те, что еще грешат, они рабы греху. И находятся в царстве тьмы. Но те, которые покаялись, приняли Христа, они выходят из царства тьмы в царство света. И есть другой заговор по спасению рода человеческого. Во главе с Иисусом Христом. Христос, Он стал центром этого освобождения. Отдав свою жизнь за нас на Голгофском кресте. Слава Богу! И сегодня всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Я часто, даже когда я евангелизирую, я беру часто этот крест. Это старый крест. Ему больше 300 лет уже. И знаете ли, я говорю иногда любопытствующим гражданам. А вы знаете, почему такая форма, такая очень необычная, значит, православного Христа? Ну, верхняя, это, понятно, планочка, я объясняю, это планочка над Иисусом Христом, прибитая, которая описана в Евангелии, что Иисус, Назарей, царь, иудейский был написан. А почему еще такая косая планочка внизу? Это очень древняя такая... Знаете ли, у нас в православном есть свои заморочек, очень интересные. Есть свои очень интересные вещи. Так вот, и почему она косая? Подставку для ног она означает, казалось бы, но она косая изображается. Косой. Почему? Потому что по правую сторону, ну и по левой, до два разбойника бы нарастали. И эти злодеи, они хулили Бога. Они были осуждены по делам своим. То есть это не было ошибкой суди, это было на самом деле по делам их ним. Это был разбой, это были разбойники. Но, что скажу, один из них, он одумался, один из них, он опомнился. И не только не превратил свое богохульство, а хулу свою. Он кое-что сделал. Он признал, что по грехам своим достойно получает. А Иисус ни за что страдает. И он сказал, помяни меня, Господи, в царстве своем. И вот есть такая традиция красивая, старая, косой делать эту плавночку, показывая на то, что Иисус распятый. Если принимаешь его, принимаешь жертву, как за себя принесенную, идешь на небо. Не принимаешь, продолжаешь хулить, идешь в ад. Среднего не дано. Как небесный перекресток, если вы автолюбитель, да, вы едете, и вот видите полицейского. Вы не можете проехать мимо, по правилам. Есть небесные правила, они еще более жесткие, чем земные правила. Есть духовные правила, они еще более суровые. Знаете ли, и Иисус, как такой хороший гришник, от которого пулят, как бы, такой хороший, правильный, сухарик. Значит, и если принимаешь, ты можешь пролить либо направо, либо налево. Мимо проехать не можешь. Если ты слышишь об Иисусе Христе, слышишь благую весть о Христе, ты можешь его принять, Иисуса, как своего Спасителя. Как за тебя принесенную жертву. Как за тебя пролютую кровь. Как за тебя, умершего и воскресшего живого Мессию. И пойти на небо, либо отвергнуть эту бесконыстную любовь. Протянули к тебе руку Бога и пойти в ад. И третьего не дано. Нельзя на этом перекрестке вечно стоять. Нельзя там занять, там такое движение. Это во-первых. Во-вторых, есть духовная истина. И земная истина. Земная в том, что мы здесь недолговечны на этой земле. Даже сто лет прошив, мы уходим в вечность. Вот сестра наша, она вот недавно ушла в вечность на днях. Получается, да, и сегодня ее похороны, ее тело, ее душа уже в вечности. А даже прошу сто лет такую удивительную жизнь, да, судьбу живая легенда, живая история. Столько повидать, представляете, людей. Но она все равно ушла в вечность. И поэтому крути не крути. Хоть проживешь столько же, да, и тебе еще больше жизни, но все равно ты уйдешь в вечность однажды. И поэтому долго стоять ты не сможешь никогда на этой перекрестке. Ты должен принять решение. И очень красиво здесь была эта песня, мы ее пели. Я принял решение, как там? Я сделал выбор. Я сделал выбор, да, прекрасно. И те, кто сделали выбор, Иисуса Христа выбрали, просто проставьте Бога. Проставьте Иисуса Христа. Слава и Иисусу Христа. Дай мне принять. Те, кто еще выбор сейчас сделают, сейчас примут решение. Добро пожаловать в царство Божье. Добро пожаловать домой. В еврейском языке Чмах покаяние, оно означает возвращение. Возвращение. Буквальное значение слова покаяние в старом варианте, именно Библии, в оригинальном, так говорить. Именно возвращение. То есть, везде, где говорилось покаяние, покайтесь, покаяние, Иисус с чего начал пробовать? Он говорит, покайтесь, да? Приблизилось царство небесное. Он сказал, покайтесь. Новый Завет написан еврейскими апостолами, но он написан на греческом языке. Что было удобно очень для большинства населения. Для самого такого распространения максимального Слова Божьего. Но в еврейском, апостолы же говорили на еврейском, и сам Иисус говорил на своем родном еврейском языке. Чмах означает возвращение. Вернуться. Вернуться. Да, в принципе, метанойя, греческое слово, оно тоже очень похоже. Означает поворот на 180 градусов. Разворот и движение в противоположную сторону. Слава Богу. И вернуться домой. Это замечательно. Замечательно. Знаете ли, в том уже далеком, да, в 88-м, когда я стоял перед выбором, я был молодым человеком совсем. Ну что такое, я что мог еще, ну как бы, сказать маме, папе. Я пытался говорить, допустим, что-то о Боге. Но мои все вот эти вот, знаете ли, какие-то слова о Боге, о вере воспринимались родителями, воспринимались родственниками, как или плохая шутка, или, ну, а мне было очень сложно, я не мог никак рассказать, донести до них, что Бог-то есть. Бог-то существует. Ну, я вкратце скажу, для тех, кто может не знает мое снилиство, что я пережил с ней встречу. 30 лет назад я пережил с ней встречу, и это была встреча такая сверхъестественная. Ну, для меня это было вообще чудо просто. Вот, например, здесь вот паралек, раз мы куда живем тогда, вот, и на микрорайоне. И что произошло, я умер тогда. Я умер от двустороннего воспаления легких, пневмонии. И воскрес, и я жил. Но в этом коротком промежутке моей смерти я видел Господа, я видел свою жизнь, я каял в своих грехах. И мне было очень сложно потом объяснить, потому что я прорез в семье атеистов. То есть, если другие там тоже были атеисты, у нас там знакомые были, тоже атеисты. Но они хотя бы там, у них бабушки были верующие, допустим, какие-то там, или религиозные, по крайней мере. Какие-то иконы висели там, как-то крестили детей своих, они там где-то как-то, то есть как-то приобщались к религии как-то, да? Вот, но все равно, может быть, часто не вера, не вера, конечно, но религия какая-то была хотя бы. У нас даже не было формальной религии. Ни мама, ни папа не были крещены никакой церкви, ни православной, ни католической, никакой абсолютно. То есть, полностью. Бабушки и девушки были атеистами, и даже, я так знаю, со слов бабушки, перед смертью, что даже ее родители, то есть мы, прабабушка и прадедушка, тоже были безбожниками, были атеистами. То есть, они были людьми образованными, даже высокообразованными, но, к сожалению, были атеистами. Но почему, я не знаю, только вечности, я думаю, я узнаю, что произошло там у них, у моих, получается, прабабушки, прадедушки. Почему они ожесточились против религии, против Бога. Я не знаю, это было еще до революции, это было давно уже. Но, они были революционерами еще до революции. Потому что они были против Бога, против царя, там, и так далее, и дальше, дальше. Вот, понимаете ли, безбожие. Но на мне прекратилось это проклятие. И сегодня я своим детям уже говорю, что Бог есть. Сегодня своим детям говорю, что Бог, Он существует, и мы, благодаря Ему, все существуем, Он создал всех нас. И Бог любит нас. Слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, и хочу благословить вас, те, кто сейчас в размышлении, на пунктах, в размышлении, те, кто решились на молитву, покаяние, выйдите, пожалуйста, вперед. Давайте сделаем так. Пусть это будет ваш выбор. Молодые люди, девушки, юноши, бабушки, дедушки, мужчины, женщины, неважно какого возраста, знаете ли, Христу все возрасты покорны. Знаете ли, Бог есть. Когда 30 лет назад, уже больше чуть, 30 лет назад, когда я заглянул Его в глаза, я увидел такую любовь, которую, знаете ли, вот за эти 30 лет я знаю любовь. У меня есть жена, у меня дети, у меня служение определенное. Но, знаете ли, даже сейчас мне, взрослому человеку, мне не с чем сравнить. Тогда, подросткам, мне так же не с чем было сравнить. Я знал любовь моих родителей, но я не мог не с чем сравнить вот то, что я видел там. Знаете ли, рассуждая о вечности, часто мы, люди, можем предполагать, что там, на небесах, вот как-то все аморфно, как-то все сказочно, по наружку, не по правдушному. Вот, ну а то ты, когда смотришь на эту жизнь, вот так же абсолютно кажется все, по наружку. Как будто бы ты спал, и тебе снялся сон. У меня был ничего себе, хороший сон. Но тоже был сон. Но я проснулся тогда. 30 лет назад. Я проснулся. И я увидел совсем другое. Я тогда подросткам не мог предполагать даже, пока я рассказываю тех, кого коснулся Божий Дух, и вы хотели бы покаяться. Если вы первый раз, то можете выйти сюда сейчас на покаяние. Если вы не первый раз уже, но сегодня бы созрели, вы понимаете, что вам нужно выйти. Тоже выходите. Если вы уже выходили на покаяние, но отступили, у меня тоже были падения. Были времена, что я отступал от Бога. Но возвращался к Нему и говорил, Бог, прости меня. И мы знаем, что если мы не грешим, мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника, который из-за нас пролил свою кровь. И как сам Он сказал, я это читал только, что из Иван Грида на начале служения, что никто не похитит их из руки Моей. Он крепко держит тебя в своих объятиях. Спасибо, Иисус. Есть ли те, кто покаялся, хочут покаяться сегодня? Я скажу, что Его любовь, она бесконечна. И я Бога благодарю, что Его любовь, она поднимает нас. Вот я говорю, спасибо, брат, за эти вот сейчас мотивы этой песни. И я об этом свинелись, но он не раз уже и здесь, в вашей церкви, не раз, что это первая песня протестантская, которую я слышал в своей жизни. В 96-м году, и эта песня, она у меня очень сильно коснулась тогда. Потому что действительно, любовь Христа безмерна велика. Я переписал на псалом потом своим бабушкам на клирусе, ну, своим девчим, в том храме, где я служил, где был настоятелем храма. А я был священником в традиционной церкви, не реформаторской. И я раздал им эти листочки цитратные, где написал этот псалом другие некоторые псалмы. Бабушке говорю, пожалуйста, выучьте эти слова. Мы после служения будем говорить такие псалмы. Еще евангельские такие, библейские. Одна из этих бабушек, на следующем воскресенье мы общались, она плакала. Она говорит, батюшка, где вам взять такие красивые слова, такую красивую песню? Я всю жизнь прожила, вот до старости кулу, и я таких красивых слов не слышал. Не на славянском, не на простом русском языке. Пелась о великой любви Христа. Ну, правда, потом, когда бабушка узнала, откуда я взяла, у нее слезы пересохли, конечно, сразу. Ибо иудеи саморядом не сообщает. У нее были еще фобии православные свои, религиозные. Но я понимаю, я сам сектантом был, я сам переболел этим, поэтому я как бы прекрасно знаю, что выздоравливать не очень просто. Господа, и пусть сегодня в этой молитве, если сейчас у всех все нормально с Богом в этом зале, хотя у меня есть сомнения касательно этого, если таки сейчас к Богу коснулся, и вы хотите примириться, пожалуйста, выходите. Сделайте вот так, это очень важно. Почему это важно сделать, я вам объясню еще так же, и для наших зрителей тоже объясню, потому что все пишется на видео. Объясню, что Иисус сказал так, что кто при людьми меня исповедует, того и я исповедует, отцов пред ангелами. Я каялся пред Богом лично, но я понимал, потом уже читая Библию, что важно иметь такое переживание однажды, выйти вперед и при людьми сказать, при всемиром сказать, что Иисус Христос мой Спаситель, мой Господь, мой Бог, я верю в Него. И знаете ли, я понимал, что сказав это, что я верующий, что я верю в Иисуса Христа, что-то должно произойти, потому что Иисус обещал пред отцом, пред ангелами, мое имя назвать в таком случае. И это очень важно. Я помню свидетельство одного бывшего мусульманина, который 29 лет был, мол, был мусульманским, закончил Каирский университет, имел богословскую степень в своей религии ложной. Но потом, приняв Христа в свое сердце Иисуса, целый год еще оставался тайным христианином, разговаривая, после обычного намаза, разговаривая с Иисусом, прося о Него прощения. Но однажды на большой конференции, когда говорилось очень много разного, и на христиан много зла говорилось, злого, он попросил слово, это было в его родной Африке, и на большой мусульманской конференции, и он попросил слово, ему дали слово, тем более у него было, ну, его знали хорошо, вот, поприветствовать. И он рассказал, что, что с ним было год назад, он рассказал, что, вот, он пережил исцеление в своей жизни. Говорили, вот, слава Богу, люди говорили, эти верующие, эти вот, ну, они пусть неправильные, но они верующие тоже. И они говорили, слава Богу, но он рассказал им, кто его это исцелил, он рассказал им об Иисусе Христе, и он рассказал, что вот, сидя, он вспомнил, он целый год читал Новый Завет на своем родном, на русском языке, и он вспомнил слово, сидя в зале, слово Иисуса Христа. Кто, кто при любви меня исповедует, того и я не сведу пред отцом, пред ангелами. Он понимал, что его сейчас убьют. Его не убили, Бог слышал чудо, но он рассказывал в Севастополе на конференции, это брат, ему уже, он уже в пенсионном возрасте, евангелист, очень горящий евангелист. Он сейчас американец уже, уже весь мир является гражданином Америки, и евангелистом является. Среди мусульман очень много прогретут в разных странах, но в свою родную страну он не может попасть, потому что ему смертный приговор вынесли уже в его родной стране. Только он сойдет в самолет и его арестуют и указняют. Его там один брат, баптист, церушник, он просто его под чужим паспортом вывесил из его родной страны, чтобы спасти его в жизни. И знаете, что произошло? Удивительно, он рассказал, что он, когда сказал всему этому собранию, что и Иисус Христос, и сам Осир, это море спасения. Он не просто пророк, он мой спаситель, он меня спас. Он мой целитель, он мой исподитель. Там такое началось. Друзья его, они были за него по-прежнему. Они были спасли, не будь шепел. Он просто пережарился от солнца. А в зале такое стояло. Я слышал, как скрештали сотни людей, зубы от злости скрештали. Зубы скрештали. Представляете себе, эти бабайские. Там в Бен-Лан отдыхает вообще. Это тепло очень. И вот, я скажу вам так. Сегодня вас не убьют, если вы выйдете сюда вперед. Но дьявол прекрасно знает, что если вы выйдете вперед, он на вас прав. Прав просто потеряет на вас сертификат, права. Но небо получит на вас полное право. Иисус Христос получит на вас все права. Поэтому, пожалуйста, спросите вашего соседа справа, слева, если здесь встречается ваш товарищ, спросите, спасен ли ты, куда ты идешь, дорогой друг, в рай или ад после смерти своей. Если ваш сосед скажет в рай, то спроси, а почему ты так думаешь? Вот, кто тебе это сказал вообще? Вот, может быть, это просто мнение такое, мало ли. Есть только многие всякие философии. Но если человек верит, потому что так Бог сказал, в Божьем слове, потому что он принял Христа, просто пожелаю, скажи, спасибо тебе, мой брат, за страх. А если нет, то тебе надо просто бежать сюда сейчас. У тебя еще шанс есть. Спасибо, Отец. Спасибо, Ага, Вочи. Спасибо за это собрание. Спасибо за моих братьев и сестер. Спасибо за тех, у кого все хорошо с тобой. Бог, окажи милость тем, у кого еще не все хорошо с тобой. У кого много проблем с тобой. Между тобой и этими душами. Бог Святой, пусть эти проблемы уйдут. Пусть кровь Иисуса, она омоет от всякого греха эти души во имя Иисуса. Я прошу также наших зрителей Господь, пусть те, кто из них будут каяться, пусть они покаяются Господь. Те, кто оступился и упал, пусть они не валяются в грязи, не валяются в лужи, как свинья. Потому что это не наша сущность, потому что мы не просто вымыты из свиньи. Потому что мы новые творения. И валяются в грязи, это не наши стихии теперь. Это раньше было наше, мы не жаль, не хлюкали от удовольствия в грехе. То есть сегодня, если мы падаем, это не наши совсем. Это не свиньство, это христианство. Это жизнь новая, Бог святой. Благослови Господь народ свой. Благослови мир. Боже, самогущий, благослови Господь Иерусалим. Благослови Израиль, благослови евреев по всему лицу земли. Благослови всех богопоящихся христиан, Господь. Благослови всех любящих тебя и терпоящихся, Господь по всему миру. Божьей войны Иисуса и Господь во вторник вечера, когда будут зажигаться в еврейских семьях и во многих христианских семьях, помнищих свои корни, будут зажигаться ханукальные огни. Я прошу тебя, зажги свой огонь даже в самом ортодоциальном и закрытом сердце. Религиозный скорлый Бог, ты знаешь, как вскрывать. Ты вскрывал великого инквизитора Савла, сделав великим апостолом. Бог своего всемогущий, приди, Господь, в Иерусалиме, в свой город, город великого царя. Господь, благослови во имя Иисуса и в этих ханукальных огнях скажи миру о своем великом огне, Господь, о своей любви Божьей во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас стихами благословения из Библии, благословения Аронова. Благословляю благословением Божьим на еврейском и на русском языках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!